Привет, мои любимые! Что-то нажала, смотрите, всё стало такое в компе мелкое-мелкое. Может, я какую-то версию нажала в компе, которая для телефона. Не знаю. Подруга мне говорит, что ты мне сделала? Я не могу ничего смотреть. Всё такое мелкое. А я, короче, ей говорю, так, прими это как данность, как дар божественный. Значит, тебе не нужен сейчас Ютуб. И мы с ней, короче, ржём. Не показала вам сегодня календарик, а у нас 23-й день Защитника Отечества. 23 февраля 2021 года. Луна в Раке, именинники Анна, она же Валентина, Прохор, Василий и Антон. Вот так вот. Поздравьте Антона С, кто его смотрит. Прекрасного парня, блогера на Ютубе. Также поздравьте Анну, у кого она есть. Валентину. Мамочка, поздравляю тебя. Как ты там, моя любимая. Прохора. Прохора точно никогда не было. Василия. Мой первый муж. Поздравляю тебя. Ну, ещё у меня есть друг Василий в WhatsApp. Вечно мне песни присылает красивые. Тебя тоже, Васенька, с Днём Защитника Отечества. И Антона. Ну, про Антона С я уже сказала. Так что, поздравляйте всех мужчин. У меня сколько мужчин? Три. Осман, Соломон и Роман. Романа я ни разу не видела. Моя старшая дочь решила, что так будет лучше. Не надо ему расширять сознание. Незачем ему видеть и знать бабушку. Вот. Османа и Соломона видела тоже. Ну, как я их вижу в WhatsApp. Иногда по видеозвонкам они мне звонят. Вот я сейчас сыну своему звонила, старшему, чтобы поздравить его по видеозвонку. Он мне говорит, мам, лучше напиши, что ты хочешь. Я очень занят. Вот. Так что, мои любимые, всё прекрасно. А я намылась. в честь 23 февраля. Думаю, буду на этот прекрасный мужской праздник. Чисто. И даже шампунь себе купил. Сейчас покажу. И это не реклама. Итак, вот реклама моей шампуни. Такой шампунь я моюсь. Смотрите. И мне она очень-очень-очень нравится. Но другими шампунями я моюсь. Так. Наливаю в ладошку и мою. Мылю. Потом смываю и ещё раз. И потом снова и ещё раз. Три. Наверное, три раза. Два, три. Когда как. Как чувствую по чистоте волос. А этой я реально наливаю в ладошку. моюсь и чувствую, что до такой степени чистые волосы очень хорошо вымываются. Так что второй раз не надо. И третий раз тем более. На улице столько выпало снега. Вообще жесткач. Наш дворник совсем не хочет работать. Смотрите. Весь двор засыпан снегом. И мне сегодня рассказывала Евгения Павловна, что он там где-то немножечко чистит. А здесь двор вообще не чистит. Говорит, а зачем? Не видно же. Восточный мальчик. Я говорю, этот снег, он тут нагрёг сюда целую эту гору. У нас уже скоро эта гора до второго этажа дойдёт снега. Его наоборот нужно со двора туда, на улицу. Она говорит, зачем ему так много работать? Не надо. Он не хочет. Он там видимость где-то сделал, где это видно на улице, на проходной там этой видимой части. А здесь кто это видит кроме вас? Даже, говорит, мои окна идут туда. на главную дорогу они сюда. Во двор сюда мало кого идут вообще окна. Вот так вот не хотят работать. Они приезжают, хотят деньги, а работать не хочет никто. Потому что они не рабы, наверное. Смотрите, сколько снега. Вот не видно с видео, а глазами я вижу, что это очень много. Это реально как по колено снега почти. на улице сейчас 20 градусов мороза сегодня. А мне написала девушка знакомая, что Подмосковье вообще больше 30. Представляете? И многие пишут. А кто-то написал, что у нас весна, подснежники, это как его и все так тепло, и солнышко, и не знаю чего. Забыла в каком-то городе. Ну, короче, у меня уже это все перепуталось. Еще хотела такой вопрос вам задать. У меня очень-очень интересно, потому что я уже чувствую между мной и вами отклик. Вы что-то просите меня рассказать. Я стараюсь рассказывать. И у меня вот тоже такие вопросы возникают. Вот у меня такой вопрос. Как вы относитесь к татуировкам? Что это для вас? Напишите мне, пожалуйста. я может быть тогда расскажу вам, что это для меня значит, почему так, и как я это вижу, и так далее, и так далее. Потому что сейчас очень много ребят, которые молодое поколение, как мои дети, они все делают татушки. и у нас как это в программах раньше вкладывалось как это плохо, потому что у нас все из мест не столь отдаленных были в этих татушках, все у них там вот эти как там кресты и колокола и эти как купола все это было за я помню папу своего, он тоже у меня был весь в татуировках. И мне вот интересно, что это для вас, напишите пожалуйста, очень-очень-очень буду рада. И я туда следующий видос сделаю, расскажу вам, что это вообще для меня. Ну, если кому-то интересно, конечно, если нет, то будем что-нибудь другое рассказывать и показывать. Люблю вас, мои хорошие. Всем волшебного дня.